Он смотрит на мир, он дружит со всеми, но он обязательно из этой массы людей выделяет одного, двух, кому он привязывается сердцем. Почему он привык в доме до трех лет, что у него есть узкий круг близких людей, с которыми он должен быть тесно связан. И он обязательно в обществе, в любом обществе, в детском саду, в школе, потом в коллективе подростков, он найдет одного, двух, трех, с кем будет дружить уже очень крепко и сильно. То есть он обязательно выделит из общей массы кого-то, одного, двух, с кем, кому привяжется сердцем. А ясные дети, ясно в 5-6 лет, один неразборчив в дружбе, в 14-15 лет, один неразборчив в любви, он влюбился, разлюбил, с одной погулял, с другой разбежался, с этой, и с двумя можешь сразу гулять и так далее. У него не важно. Домашний ребенок будет уже в 14-15 лет, он влюбился, для него это расстаться, это трагедия, он год-два будет помнить это расставание и сможет даже заново с кем-то встречаться. То есть в 20 лет один вступил в брак, развелся, ему не повезло, что я в другой вступлю в брак, а другой ребенок уже, то есть уже если вступил в брак, для него развод, трагедия, он будет всеми силами бороться. То есть вот получается от нуля до трех, вот самый нежный возраст, он может потом оказывать последствия на все, всю последующую жизнь. Конечно, тут семья, скажем так, если она разрушается, в одном поколении разрушил, и дальше уже, ну знаю так, по инерции, по там, как говорят в математике, по индукции начинается уже, вот есть самые проблемы, они нарастают из поколения в поколение, и действительно уже получается, уже в 50-60-х годах все меньше и меньше было крепких семей, и в 80-х годах уже была проблема демографическая, один-два ребенка в семье, а сейчас мы уже подходим к тому моменту, когда действительно начается массовый обвал. Вот, и мы замечаем эту проблему, мы ее видим, детей меньше рождается, разводов много, но и восстанавливать тоже надо, конечно, где-то вот с самых глубинных моментов, то есть и с воспитанием детей, и чтобы действительно какие-то новые ориентиры у людей были, чтобы у них не было желания только там наслаждаться. Ясно, что даже современная реклама, казалось бы, какое отношение может иметь к семье, но если ребенок с детства постоянно не тормознись, не керснись, не получи удовольствие, оторвись, то есть так далее, когда у него настроен на то, что он получает удовольствие, то, что он вот на это ориентирует, конечно, он уже в жизни вряд ли в семье, которая состоит на 99% из такого труда, чтобы послужить одному другому, конечно, он уже с таким настроением вряд ли сможет создать хорошую семью. Поэтому, конечно, вот распад семьи, это настолько явление, ну, многогранное, столько на него разных факторов повлияет, и вот вырваться, конечно, из той, как бы, пропастью, куда мы начинаем падать, конечно, ну, наверное, не так-то будет легко, но опять, ну, если, конечно, всем миром взяться и браться и в семье. Вот у нас сейчас мы пытаемся в Талдаме создавать некий такой семейный центр, который пытался бы и с беременными мамами, то есть мы беседуем, да, потому что ясно, что и отношение матери к ребенку уже во время беременности, уже в утробе очень важно, как она к ребенку относится. Здесь она уже начинает, должна любить его. И беседы с беременными, и с новорожденными, и в школах со старшеклассниками, там, и с родителями в школах, то есть чтобы на всех статьях, то есть вот как можно больше поколения охватить людей, вот, на которых можно оказать какое-то влияние, рассказать им, действительно, как правильно должна строиться семья. Есть надежда, конечно, что вот таким общим миром, конечно, и поддержка должна быть от государства, вот, чтобы вот эту проблему как-то сдвинуть. Но, а если вот касаться вопроса, вот, да, причин развада, распада семьи очень много. Это и неправильно может где-то в детстве воспитание, и в будущем, да, то есть в брак вступили, кто-то, да, запил, ясно, что действительно пьющему трудно, вот, с другой стороны терпеть все это. И где-то сложность характеров, здесь трудно притереться. Но вот это все, то есть многогранное явление. Вот если действительно вот так поставить вопрос, а как же все-таки пытаться сохранить семью, вот в каждом конкретном случае, я бы, наверное, так тоже общего ответа, естественно, не дашь. Поскольку раз явление многогранное, проблем много, у кого-то самая главная причина на разных этапах, вот семейных отношений разные. Но я бы сказал так, что, конечно, сохранять семью можно, трудиться вот в этом направлении. Надо, ну, скажем так, задолго до того, как семья будет даже создаваться. Вот если говорить тем, кто еще не вступал в брак, ну, вот, как им сохранить будущую семью? Они тоже должны стараться много трудиться, чтобы правильно подойти к браку. Ну, например, сейчас даже вот посмотришь на молодых людей, мальчики, девочки, ходят 15-16 лет. Вот у них первый опыт знакомства, каких-то отношений. Ну, вот смотришь даже, первый взгляд. Вот они еще не познакомились, но уже видно, что уже какие-то ошибки в их жизни есть. Если мы, например, смотрим на девочек, да, здесь повыше, здесь пониже, вот. И самая привлекательная часть женского организма выставляется как товар, на который должен клюнуть мужчина, т.с. Ясно, что здесь уже, уже глубокая ошибка, потому что женщина, девушка не может, не должна выставлять, т.с. Да, свое тело, да, здесь поглубже разрезик, т.с., там юбочка покороче, станы пообтянутей. Если она на эту уловку ловит мужчин, естественно, она поймает, и огромное количество на эту уловку очень много поймается. Но кого она поймает? И ясно, что не самых лучших экземпляров представители мужского пола. И поэтому вот уже здесь может быть ошибка. Правильно у меня был такой случай, когда на собеседовании перед крещением одна женщина, то есть вот, ну как так, где вы хороших мне мужиков найдете, что такое вот, вышло более-менее за приличную, но тоже же дрянь такая вот, ну как, где вот я хорошего не найду, т.с., куда деваться, вот, не могу, т.с., с ним хорошо жить. Правильно? Потом смотришь на нее, правильно, и волосы, т.с., все разных цветов, вот, радуги, и внешний вид такой, ну, хочется в ответ сказать, ну, а, ты сама на себя посмотри, да, вот ты своим видом кого могла себя привлечь, правильно? Вот из того, кого ты привлекла, самого лучшего нашла, но можно же было по-другому выбирать, правильно? Если красивая, скромная одежда, обтянутая, то есть никаких обтянутых форм, ведь хорошую фигуру, хорошую, даже вот внешность женщины ничего не скроют, т.с., вот, фигура останется при тебе, а хороший, чтобы характер твой рассмотреть, какие-то особенности внутренние, душевные, вот в душу тебе заглянуть, вот ты спрячь свое тело, тогда человек тебе в душу заглянет, а ты душу свою спрятал чем? В общем, тело свое показало, и мужчина, он до души-то даже, увидеть ее, душу разглядеть не может, потому что тело все заслоняет, поэтому и здесь тоже очень важно, как и внешний вид, ясно, что если девушка целомудренная, то есть она ей очень благородная одежда, она своим внешним видом показывает, что она не так просто гулящая девка, к ней будут подходить, ну, раз в 10 меньше, но зато если кто-то подойдет, то подойдет тот, кто действительно вот искал, вот, чистую, т.с., целомудренную девушку, он ее искал, т.с., вот, он ее нашел, поэтому уже даже вот здесь, даже внешний вид, девушка благородная, к ней парни, но у них все-таки внутреннее отношение к ним очень высокое, а к другим, которых внешний вид такой, разгульный, с ними, вот, общаются очень легко, за понебраски свой парень, т.с., замечательно, но при этом сами-то они в себе понимают, да, свой парень, ну, с ней, на ней, интересно попробовать познакомиться там, да, обнять его, знаешь, когда тренироваться, обнимать, целоваться впервые, очень интересно, надо на ком-то потренироваться, думает молодой человек, вот он натренировался, а потом думает, не, ну, серьезные отношения, если я не вступлю, зачем мне с ней в серьезные отношения, я на ней тренировался, другой на ней тренировался, ну, что она уже такая залапанная, уже затроган это все, я с ней в брак никогда не вступлю, я вот себе потом потренировался, научился, а вот другу себе потом уже опытный пойду искать поэтому конечно тут очень тоже важно как мы издалека еще человек начинает подходить к вступлению в брак ну тоже очень важно например такой момент как как обычно развиваются отношения между парнем и девушкой первое время ясно, сначала они впервые пошли гулять, ясно первая прогулка, сердце бьется дыхание учащенное количество эмоций необыкновенно впервые он идет с этой прекрасной девушкой которая мечтала, идет гулять, хорошо они гуляют, гуляют некоторое время гулять надоедает, хочется развить отношения, ясно, первое прикосновение как электрический шок пробивает между двумя руками первое прикосновение, опять сердце клокочет дыхание учащенное человек там в голове помутнение восторженные фразы разговоры о чем-то невозможном потом, ясно, доходит до первого поцелуя кто целомудрый на этом останавливается ясно, кто у кого тормозов нету те могут и до постели дойти оно обязательно что наступит? обязательно наступит некий предел предел уже отношений и получается после этого предела уже как бы все дальше идти некуда и получается люди прошло у кого-то полгода да у кого-то бурно развивается за месяц они уже дошли до страстных поцелуев и потом все приходит в привычку ко всему привыкаешь и люди начинают думать да, вот они в течение полугода жили постоянно какая-то встряска что-то новое полнота всех эмоций жизнь кипит и вдруг все приходит в привычку и все как-то люди начинают думать как так, что такое может быть любовь ушла может быть что-то не так на самом деле просто приходит обычная привычка прошло полгода они друг друга ведь не узнали ни капельки они не стали ближе потому что все их развитие отношений было только внешне а внутренне они стали ни на миллиметр ни на грамм ближе и получается да отношения зашли далеко и вдруг какие-то недостатки разные есть привычка уже человек видит множество других разных недостатков в человеке и люди любовь ушла разводят руками что такое вот было так хорошо мы полгода так замечательно знались а потом вот все любовь ушла да не любовь ушла ясно а просто неправильные отношения развивались и получается люди расстаются второй раз встречаются там все по той же схеме повторяется хотя же второй раз уже так все не повторится потому что первая влюбленность первая влюбленность и у меня влюбленность